Уважаемые читатели, начинаем цикл коротких сообщений, объединенных темой литературной усадьбы. И начнем с Щелокова. Не надо путать с московским Щелкова. Что означает слово? Место, где плелись знаменитые в России лапти из липовой коры лыка. Сбор коры ранее именовали «Щипать лыка», таким образом Щелокова «Отщипать лыка». Усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Место, ставшего его любовью на всю жизнь. Музей-заповедник Костромской области Островского района. Но это в 15 километрах от города Кинишма Ивановской области. Что посмотреть? Во-первых, это сердце заповедника, дом писателя в окружении старинного парка. Здесь Островский много и плодотворно работал. Владея пятью иностранными языками, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, переводит Гальдони, Чекони, Шекспира, Сервантеса. Принимал многочисленных гостей, умер в своем рабочем кабинете. Впервые Островский посетил Щелково в 1848 году, оставив здесь запись в дневнике. Что за реки, что за горы, что за леса? Если бы этот уезд был подле Москвы или Петербурга, он бы давно превратился в бесконечный парк. Его бы сравнивали с лучшими местами Швейцарии и Италии. Во-вторых, Литературно-театральный музей. Здесь знакомятся экспозиции Театра Островского. Третий объект посещения – действующая Никольская церковь в бережках, в двух километрах от усадьбы. Здесь находятся фамильные захоронения. Некрополь Островский. Покоится сам писатель, его отец, жена и дочь Мария. Следующая интересная достопримечательность «Голубой дом» – это культурно-образовательный центр с видео- и читальным залом, музыкально-литературной гостиной и библиотекой. Щелково стало главным местом вдохновения Островского. Здесь он работал над пьесами «Гроза», «Лес», «Волки и овцы», «Беспреданница», «Снегурочка». «Моя беда, что ласки нет во мне, толкуют все, что есть любовь на свете, что девушке любви не миновать, а я любви не знаю, что за слово не ведаю, любви хочу. Кругом меня все любят, счастливы и радостны, а я одна тоскую, завидно мне чужое счастье, хочу любить, но слов любви не знаю». Сегодня музей-заповедник Щелково является островком культурных традиций многих поколений в естественной гармонии с окружающей природой. Его посещение не оставит никого равнодушными. Но ведь недалеко и Кенишма город по-своему интересен для туриста. Потрясающие достопримечательности, старинная архитектура, увенчанная храмами, прогулка по Волжской набережной и красивому Волжскому бульвару, по старым улочкам исторический центр с торговыми рядами. Уважает масштаб Волги в Кенишме, а Плёс от Кенишмы по прямой 39 километров. Небольшой городок, раскинувшийся на живописных берегах Волги. Ничто не предвещало такой бешеной популярности Плёсу, но однажды это место облюбовал талантливейший художник Исаак Левитан. Он написал здесь более двухсот полотен, в том числе хрестоматийный, тихая битель, вечерний звон над вечным покоем, силуэты старинных колоколей, леса на холмах, мемориальный дом музея Левитана. Есть чего посмотреть.